Всем привет, друзья! Вы на канале Lex123, канал посвященный сборке ПК. И сегодня я решил записать превьюшку, хотя этого раньше я никогда не делал, чтобы разъяснить некоторые моменты по этому ПК. Значит, первое, по самому компу, по блоку, по материнке, здесь по большому счету как бы сборка сбалансированная, тут особо добавить, убрать нечего. Тут два вентилятора спереди, добавляются RGB, которые синхронизируются внутри корпуса, есть свой хаб, к нему подключается, и все это одинаково светится. Видеокарта RTX 3070 на 8 гигов, это вторая ревизия, это те, что с пониженным хэшем. Ну, сколько я знаю, все это уже заломали давно. Но уберется он для игр. По сути, как таково, претензий к сборке нет. Единственное, что я здесь хотел бы понять, я объясню, просто я сборщик, я не занимаюсь подбором, я чисто только собираю. То есть мне падает заказ, я собираю. Вот два момента, которые мне с этим компом не совсем понятны. Первое, значит, это вот у него крышка спереди, она не стеклянная, там просто идет вот тупо железка. И вот эти два вентилятора, которые там стоят спереди, они ставятся только спереди, они, их не видно практически. Там, конечно, боковая крышка, она стеклянная, но сами вот эти, кого этот, как вот эти вентиляторы, их не видно. И вся вот этот весь прикол, синхронизация с светодиодной ленточкой, он теряется. Второй момент, это Type-C. На корпусах, на этих сейчас спереди есть Type-C. Не как на материнке только сзади, а спереди на корпусе, то есть как USB 3.0. И вот на корпусе он есть, а на материнке, блин, X570 Gaming X, на материнке разъема этого нет. То есть, ну, не получилось подключить Type-C разъем, но клиент сказал, типа, ему не надо. У нас менеджеры в момент обсуждают. А так, в целом, ну, сборка крутая, по большому счету. И так особо ее потестить не удалось. Ну, вот я запустил Танки, значит, HD, ну, этот самый HD-клиент, на самых максималках что-то можно было выкрутить. На 75 Гц у Моники он выдавал 75 фпс, и видеокарта даже вентилятор не крутила. То есть, ну, 30-70, она реально крутая, хотя, на мой взгляд, для Full HD Gaming, конечно, она уже перебарщивает. Тут ее надо, наверное, уже по 4К. Но в целом, приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok